На Псалом 136 При реках Вавилона Там сидели мы и плакали, Когда вспоминали о Сионе. Велика любовь у этих людей К городу Иерусалиму, Великое желание возвратиться туда. Пока они обладали благами, То постоянно были недовольны и дерзки, А когда лишились их, Тогда стали желать их. Для того Бог и лишил их, Чтобы возбудить в них большее желание, Так и часто поступает Бог. Когда мы, наслаждаясь Его благами, Не чувствуем этого, Он лишает нас их, Чтобы мы вразумились с лишением И опять старались приобрести их. Но почему они сидели при реках? Они были пленниками И находились в неприятельской стране, Потому и жили вне стен и городов. На вербах посреди Его Повесили мы наши арфы. Для чего они, отправляясь в плен, Взяли с собой органы? Которые не могли пользоваться. Это устроено было Богом Для того, чтобы и в чужой стране Они имели памятники Своего прежнего общественного устройства, И тем более сокрушались, Видя знаки тогдашнего богослужения. Там пленившие нас Требовали от нас слов песней, И притеснители наши веселие Пропойте нам из песней сионских. Немало пользы получили они от того, Что иноплеменники Приставали к ним и желали слышать их песни. Посмотри, И здесь какое получали они Исправление от плена. Те, которые вышли из надлежащих пределов, Отступили от своего Бога почтения, И всеми способами попирали закон. На чужой земле вели себя так строго, Что даже тогда, Когда иноплеменники приставали к ним, Угрожали со всех сторон, Окружали их и желали послушать. Даже и тогда они не склонились на их желания, Но предпочли закон И строго сохранили его. Те, которые прежде нападали на нас И восставали, Со временем сделали столь кроткими, Тихими и смиренными, Что даже желали послушать наших песней. Однако иудеи не согласились петь. Видишь ли, как скорбь делает людей сильными, Как делает сокрушенными, Как смиряет душу. Они плакали и сохраняли закон, Те самые, которые смеялись Над плакавшими пророками, Забавлялись и издевались. Теперь, когда им никто не напоминал об них, Обращались к слезам и плакали. От этого и враги получали великую пользу. Они видели, что иудеи тяготились не пленом, А плакивали не рабство И не пребывание в чужой земле, А лишение собственного богослужения. Поэтому псалмопевец и прибавляет. Там пленившие нас требовали от нас Слов песней сионских. Пропойте нам из песней сионских. И не просто плакали они, Но делали из этого постоянное занятие. Поэтому и вначале он сказал, Там сидели мы и плакали, Когда вспоминали о Сионе. То есть для того и садились, Чтобы плакать и рыдать. Почему же не позволялось им петь в чужой земле? Потому что нечистым ушам Не следовало слышать этих таинственных песнопений. Как нам петь песни Господни на земле чужой? То есть нам непозволительно петь. Хотя мы и лишились Отечества, Однако продолжаем хранить закон И соблюдать его в точности. Хотя вы и владеете нашими телами, Но не преодолеете души. Видишь ли душу, Которая от скорби сделалась любомудрой И стала выше бедствий? Если я забуду тебя, Иерусалим, Забудь меня, десница моя, Прильпни язык мой к гортани моей, Если не буду помнить тебя, Если не поставлю Иерусалим Во главе веселья моего. Заметь и здесь великую перемену. Те, которые каждый день слышали, Что они будут лишены города, И не обращали на это внимания, Теперь сами на себя призывают проклятие, Если забудут о нем. Что значит? Забудь меня, десница моя, Пусть, говорит, крепость моя, Сила моя забудет меня, И пусть я буду безгласен От множества бедствий, Если забуду тебя, Иерусалим, Если не буду помнить тебя, Если не поставлю Иерусалима Во главе веселья моего. Не только, говорит, буду вспоминать о тебе При других делах, Но и при пении, и в песнях. Слово «не забуду» Значит, поставлю в начале песни. Оно выражает сильное желание Или высшую любовь И пламенное стремление к городу. Выслушаем это все мы И будем поучаться. Как они, когда лишены были города, Тогда и стали искать его, Так многие и из нас Испытают тоже, Когда в тот день лишатся Горнего Иерусалима. Но они после лишения Имели надежду возвращения. А нам, когда мы лишимся, Уже невозможно будет возвратиться. Через, говорит Господь, Не умрет, и огонь их не угаснет. Марка 9.46 Поэтому нам нужно С особенной тщательностью Наблюдать за самими собою И так устроять настоящую жизнь, Чтобы не сделаться пленниками, Чуждыми и отлученными От того отечественного города. Припомни, Господи, Сынам Едомовым, День Иерусалима, Когда они говорили Разрушайте, Разрушайте до основания его. И это выражение Свойственно людям Пламенно стремящимся к городу. Смысл слов их следующий. Накажи тех, Которые не хотели Довольствоваться взятием города. Не насытились его разрушением, Но настаивают и говорят Разрушайте, пока есть у него основания. Они хотели бы, Чтобы не осталось И самих оснований города, Но чтобы и основания его Были исторгнуты. 451. Вместе с вавилонянами Тогда напали на иудеев И аравитяне, О которых пророк часто упоминает, И которых сильно укоряет За то, что они, Несмотря на свое родство, С иудеями, Поступали хуже врагов. Дочь Вавилона, Опустошительница. Здесь он показывает силу Божию Не в избавлении от бедствий, Но и в неспослании бедствий На самих победителей. Предсказывает несчастье, Которое постигнут вавилон, И по причине имеющих Постигнуть его бедствий, Называет его несчастным. Этим он также научает иудеев, Внушая, Что сила Божия Распростерта по всей земле. Блажен, Кто возьмет и разобьет Младенцев твоих А камень. Эти слова Исполнены великого гнева И угрожающие великим наказанием И мучением. Суть слова Страсти пленных, Которая требует Великого наказания, Некоторой изумительной И необыкновенной казни. Пророки многое говорят Не от себя, Но изображая и выставляя На вид страсти других. Если же хочешь знать Собственную мысль пророка, То послушать, что он говорит. Если бы я воздавал Злом за зло, Он стоял выше даже Той меры возмездия, Которая была дозволена ему Законом. А когда он изображает Страсти других, То описывает гнев, Негодование, Как сделал и теперь, Выставляя на вид Страстное желание иудеев, Которые простирали свой гнев Даже на младенческий возраст. Но не так в Новом Завете. Напротив, нам заповедано Напаять и питать врагов И молиться за обижающих нас. Это мы делаем По установленному для нас закону. Какому? Если праведность ваша Не превысит праведности Книжников и фарисеев, То не войдете в Царство Небесное, Сказал Господь. Покажем же великое усердие И будем в превосходстве Хранить всю правду, Живя еще на земле, Как на небе, И ликуя вместе с ангелами. Таким образом, Мы достигнем и будущих благ, Которых досподобимся Все мы Благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава Во веки веков. Аминь.